всем привет очередные детальки для апгрейда компьютера amazon delivery и открываем и смотрим тут должно быть две посылки 1 2 и 3 начнем с маленького usb 3.0 hub но это не только хаб это у нас еще и картридер значит здесь стоит 6 долларов значит что мы имеем разъем usb 3.0 синенький здесь у нас повторение то есть здесь usb 3.0 здесь у нас usb 2.0 два порта и разъем под карточку под маленькую мини sd и под обычную sd карту ну такой вот картридер чтобы не тягать там телефон не подключать или регистратор в виде регистратор вынул из регистратора карточку вставил в этот хаб и поехал вот подходит ноутбуком можно принтер подключить к этому хабу мышку вот т.ф. карта sd карта и порт usb 3.0 отлично следующая штуковина следующая штуковина у нас тут написано написано это должен быть контроллер правильно это у нас контроллер под диск м2 цены и ссылочки на эти товары с амазона я покажу в описании и оставлю в описании значит что у нас в комплекте идет в комплекте идет радиатор кто-то писал что к ним пришел радиатор пластмассовый не может быть это не пластик это алюминий или склад какой-то алюминиевый но это не пластик пластик так не звучит две наклейки липкий отверточка и набор крепежа набор крепежа чтобы установить этот контроллер любой из вариантов дисков начиная модель 2280 2260 2242 и 2230 как разный типор размер то можно ставить различные виды дисков типа м2 да и самое интересное у нас самое дорогостоящее в этой посылки это вестерн диджитал в дыблю модель sm570 на 1 терабайт 1 терабайт вот окошечко здесь написаны все данные и мы его сейчас вскроем в следующем видео я покажу скорость загрузки обычного ssd винта который у меня стоит в компьютере это 128 гигабайт гигабайт на ssd диск а вот такая вот поколочка вот это вот винт теперь такие новые винты они же не теперь они уже давно вот это вот фишечка в ней 1 терабайт чип памяти с этой стороны еще нет контроллер и это штуковина вставляется у нас этот контроллер потом фиксируется контроллер диском м2 контроллер диском м2 от фирмы вестерн диджитал по скидке 57 почти 58 долларов ну как то так вот такая небольшая посылочка небольшие ништяки вот эти вот и небольшой обгрейдик сюда я перенесу диск c и всякие программы рекомендует на нем не хранить там фотографии и что-то ценное потому что возможно срок хранения не такой большой как на обычных например внешних дисков которые подключаются к usb порту вот будем посмотреть а еще забыл вот в наборе вот такая планочка это для установки в низкие корпуса у меня корпус большой тут уже установлена большая планочка не нужно перекрутить под низкий корпус это неплохой набор ну что всем спасибо за внимание в следующем видео покажу как я переношу систему сюда посмотрим как загружается у меня windows скорость загрузки на диске обычном ssd и потом после переноса на этот диск замеряем скорость загрузки с этого диска ну как то так всем спасибо за внимание комментарии вопросы лайки дизлайки всем пока